Вся слава, вся благодарность, все поклонение только Господу нашему Иисусу Христу. Аллилуйя! Мы, я верю, благодарны Харистам, хочу сказать великое дякую, спасибо Харисты. Хочу поблагодарить Адама Семеновича. Мы вместе совершаем служение межцерковное и благодарен за слово, которое было передано. И я хочу также делиться Божьим Словом, но прежде всего, хочу, понимая, что прошлые выходные, может быть, кто-то отсутствовал, так как-то апрель, начало мая здесь были большие выходные, сначала четыре дня, сейчас тоже завтрашний день выходной, люди уезжают, может быть, кто-то не был прошлого в воскресеньях, рад видеть вас. Я хочу сказать всем присутствующим, мир Божий вам, Божий шалом, помните, это слово не просто мир, комфорт или отсутствие войны, но гораздо больше здесь и здоровья, и спасения, здесь и материальный достаток, и потому мне каждому хочется подойти, пожать руку и сказать шалом, сестра дорогая, шалом, брат дорогой, пусть Божий мир придет в семью каждого. Ему, только Ему еще раз хвала и слава. Место писания, которое хочу прочитать, корыт отрывок, остановиться, порассуждать вместе с вами. Книга пророка Наума, 2 глава, 1-2 стих. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чесла, собирайся силами, ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили». Наверное, когда мы читали Библию и останавливали наше внимание на этих словах, то предупреждение, звучащее в 1 стихе, здесь, в этом синодальном отрывке, может быть, не совсем понятно, кому оно обращено. Естественно, весь контекст, и мы можем исследовать, это пророчество, это Божье Слово через своего сосуда, Наума, к жителям Неневии. Это пророчество Неневии, вся книга этому посвящена. Что за такая столица и город Неневия, столица Ассирийской империи. Расположение, современный Ирак, неподалеку от Масула, может быть, читающие новости слышат, что это так называемая сегодняшняя столица исламского государства, идут бои. Земля, которая много уже пережила, много уже испытала. И вот предупреждение, предупреждение к жителям Неневии поднимается на Тебя разрушитель. Дело в том, что эта столица была одной из самых кровожадных империй Среднего Востока того времени, впрочем, и только того. Это были самые отъявленные враги Израиля, враги Божьего народа. И когда-то, раньше, описанное в книге пророка Ионы события, когда Бог за злодеяние принял решение уничтожить Неневию. И Иона пришел и говорил, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. Но тогда, я обращаю ваше внимание, как важно знать время, понимать, чувствовать время. Тогда Бог сказал, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. Но жители отреагировали, жители услышали, жители сделали правильный шаг. По указанию царя сам царь услышал, дал указания. Люди взяли пост, люди стали вопиять Богу, люди обратились от злых своих дел. И обращение, настоящее обращение, породило соответствующую реакцию Бога. Бог помиловал Неневию. Эти 120 тысяч людей, помните, написано, не умеющих отличить левой руки от правой, иначе говоря, несмышленных, непонимающих, они были сохранены. И кажется, ну все, теперь пришло доброе время, время благоденствия. Живите и благодарите Бога. И благодарите, и радуйтесь о Боге. И помните, что вы были помилованы. Вас уже не было бы, ваших детей уже не было бы, но вы были помилованы. Живите соответствующим образом. Вот ведь, братья и сестры, какая вещь. Что покаяние, или обращение, или вера в живого Бога не передается, как вещь от взрослых к детям. Я не знаю, насколько глубоким было то обращение. Может быть, оно тоже было не столь глубоким. Царь издал указ. А, если царь сказал, надо молиться, поститься, куда ж деваться. Может быть, это просто страх. Под страхом тоже не настоящее покаяние. Я обещаю, человек говорит в одни страха, Господи, я поставлю тебе такую свечку. Ты посмотрел, тонет корабль, как мачта на палубе. А другой говорит, а где ты такую найдешь? А говорит, лишь бы сейчас был спасен. А потом укороти ему эту свечку. У нас же короче уже будет. В этот момент страха, человек готов, что хочешь обещать. Может быть, все-таки была глубина, но передать не смогли. И на каком-то этапе подрастающее поколение стало другим. Они опять поднялись против Израиля. Как мы слышали, северное государство Израиля было уничтожено. Иудея оставалась. Они были в безопасности. История говорит о том, что Неневия, как город, был обнесен двумя стенами. Археологические раскопки показали это. Внутренняя и внешняя стена. Внутренняя стена, толщина стены доходила 20 метров, высота доходила до 40 метров. Тяжело представить себе. Такая мощь, такая надежная защита, и ничто тебе не угрожает. Но! И вот здесь я хочу увидеть то, что нам должно быть присуще. Я хочу, чтобы мы вместе услышали, и вместе могли что-то получить, пережить, потому что здесь есть связующее слово «Ибо». Это прямой текст, относящийся к прямой конкретной ситуации, сложившейся в Ассирии Неневия. И теперь мы с вами. А прямы-то при чем здесь? Так вот, по отношению к Неневии, это было уже скорее не предупреждение с ожиданием, что вы исправитесь, а как просто с какой-то горькой иронией. Было возможность, было время, вы это не сделали. А теперь мы читаем главу, и здесь достаточно красочно описаны события, которые будут развиваться, когда придет завоеватель. И седьмой стих говорит «Решено!» Уже принято решение. Черта подведена. Придет исполнение. Время. Важно вовремя отреагировать. Но для нас с вами. Я хочу несколько иносказательно прочесть этот стих, увязывая со словом «Ибо». Первый и второй стих. Если Библия перед вами, я понимаю, когда слова на экране, то мы не замечаем, но вот связующее слово, которое говорит с одной стороны, как последствия и как некое условие. Так вот, последствием того, что поднимется разрушитель на Неневию, будет восстановление величия Иакова. Потому что неприятель будет разорен, и Бог восстановит Иакова. И я хочу сказать, и как условие для нас с вами. Я не столько сейчас о исторических данных, я не столько сейчас о той Неневии или о том земном Израиле, а я сегодня хочу говорить о величии Божьей Церкви. Я верю, Господь, братья и сестры, услышьте сердцем, восстановит Господь величие Церкви. Я верю, что есть этому предпосылке, есть условия сохранения этого величия, ибо она уже в жертве Иисуса Христа, церковь поместная, церковь как объединение, церковь как вселенская, она уже великая церковь, ибо за нее заплачена самая великая цена, цена жертвы Иисуса Христа. И потому, давайте немножко по-другому услышим, давайте услышим по отношению к своему сердцу, поднимается на Тебя разрушитель. Господи, это что? Это будущее какое-то? Это последствия какого-то времени? Друзья мои дорогие, мы на пороге перемен. Я не называю никаких дат, я не знаю, месяцы, годы, может быть, больше. Но будут происходить какие-то события. Эти события имеют место в нашей личной жизни, поднимаются на Тебя разрушители. Мы сталкиваемся, мы ощущаем давление. Наверное, вы считали, различного рода представителей магических сил, экзоцисты, оккультисты, ведьмы, Америки, объединились. Объединились для того, чтобы делать ритуалы, и своими ритуалами связывать президента и его окружение, потому что он там замахнулся, немножко хочет этих голубых пошерстить и так дальше связать. И ему не удается. И окружение, и духовные силы восстают. Поднимаются. Так или иначе, мы сталкиваемся с разрушителем, с неким молотом. Но наша реакция, но то, что позволит нам и сохранить, и восстановить четыре конкретных действия, как телеграммы, лаконичные, четкие, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чесло, собирайся с силами. Давайте увидим, охраняй твердыни или охраняй крепость. Охраняй твою крепость. Это первый вывод, который я хочу сделать. Вы помните, я говорил о том, что Ниневия была защищена стеной, но эта стена не помогла. Как некую иллюстрацию, я хочу привести еще одну историческую параллель. Город Константинополь, ведь когда-то вы помните, это было христианство, ведь когда-то вы помните, там на Ближнем Востоке было так много церквей, а потом прошли другие времена, и в частности, в 1453 году турками этот город был взят, и он был тоже защищен очень мощно и сильно. Но в любой стене нужны ворота, чтобы выходить, нужны калитки, такие потайные, для того, чтобы разведчики могли выходить и видеть, что происходит за стеной, как-то анализировать ситуацию. И однажды этой калиткой воспользовались, открыли, вышли, посмотрели, зашли, но ее не закрыли. Забыли или специально. И через эту калитку, маленькую, сначала небольшой отряд проник, потом раскрыли больше ворота, враг вошел в город, был уничтожен. Когда мы говорим о том, что мы можем что-то оставить открытым в нашем сердце, охраняем. Для меня очень глубоким является вот смысл Писания. Иван и Иоанна, посмотрите, 10 глава, 27-28 стих. Иоанна, 10, 27-28. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Я говорил об этом в прошлом воскресенье. Братья и сестры, мы с вами в надежной защите, мы с вами в очень крепкой крепости. Разве может Брестская крепость сравниться? Да, ну слушайте, она была взята, хотя долго там еще как-то защищалась. Мы с вами под такой броней, что никакие силы ни атомного оружия, ни духовного оружия не возьмут. Но овцы мои слушаются и идут за мной. А если ты не слушаешься Божьего голоса, если ты не идешь за ним, то находишься ли ты в Божьей руке? Вывод – нет. Охраняй крепость твою. Второе – стереги дорогу или бдительно следи за дорогой, внимательно следи за дорогой к твоему сердцу. Здесь опять же напрашивается определенная параллель, связанная с наблюдением. Вы знаете, дорога или тропинка, она не может проходить просто, скажем, по болоту, потому что иначе там не будет дороги. Дорога готовится, засыпается, вырубаются деревья, твердое покрытие, если это твердое покрытие. Готовится дорога для того, чтобы мог человек или кто-то другой по этой дороге передвигаться. И вот когда мы говорим о дороге нашего сердца, отчасти это взаимосвязано с первым посланием, здесь все эти четыре вещи взаимосвязаны. Так же, как и для Господа, помните, приготовьте путь Господу. Мы жаждем, мы верим, вот вы приходите на служение, каждое собрание, мне так дорого, мне так приятно, мне кажется, ну, лучших в церкви нет. Братья и сестры, как хотите, хотя несут служение и тоже, ну, все здесь свое. Но если вы хотите, если мы хотим, чтобы Бог действовал, служение, чтобы было хорошее, ему надо готовить. И не просто там группа, молитвенно подбирают песни, или хор, или проповедник, каждый приходящий. Если мы хотим пережить встречу с Господом, мы должны идти с сердцем приготовленным, мы должны идти с жаждой встретиться, мы приготовить путь Господу, чтобы Он пришел, посетил, чтобы Он явил славу свою, чтобы мы пережили сегодня реальность нахождения Его. В наше сердце дорога должна быть приготовлена, но точно так же для демонического духа тоже дорога готовится каким-то образом. И Он знает. Он знает и ту калиточку, которую нужно открыть, и дорогу, по которой подойти. Он знает наши слабые места. Вот каждый из нас, находящийся здесь, согласитесь, мы знаем себя лучше, чем кто-либо. Может быть, наши мужья знают, наши жены знают, но они иногда знают, иногда и не все знают. Знала бы ты все, лучше спи спокойно. Писание говорит, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Есть определенные слабости нашего характера, то бишь нашей плоти, не распятая еще. И знает это дьявол. Если, например, у человека, скажем, есть похоть, он не может пройти мимо лица противоположного пола, он очень цепко смотрит, он делает выводы. Такому чуть-чуть, где-то, возможность, одиночество от других людей и чье-то приглашение, и он попался. Он в эту сеть попадется. Человек, который склонен к алкоголю, еще не переживший полного освобождения, настоящего такого, утвержденного христианина, спроси и поставь ему бутылку, поставь ему 10 бутылок, ему все равно, на него это не действует. А другого не может пройти мимо магазин, вывеска соответствующая. Говорит, ноги тянут. Помню, говорил один, говорит, ну не могу с работы, если аванс или зарплата или денежка есть, ну идут ноги мои к магазину, где написано там вино, водка. Ну вот я не могу просто по-другому, потому что слабое место. Если ты знаешь свое слабое место, стереги, не давай места проявлению этих качеств. Выражение такое, на бедного Макара все шишки валятся. Что делать бедному Макару? Не садиться под елкой, тогда и шишка не упадет на голову. Сядь в другое место, там, где нет этой елки, и нормально все будет. А ты сел и нападает, потому что ты же там сидишь. Мы провоцируем сами себя, нашу плоть провоцируем. Пишет апостол Иуда, что люди есть. Злословие то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. И потому, если ты по отношению к деньгам не очень чувствителен, пусть они не приходят в твои руки. И потому, если ты в словах говоришь неправду, поменьше говори, вообще в всяком многословии легко впасть в грех. Стерьи дорог. Третье, укрепи чесло. Или позвольте мне перевести это, как укрепляй себя. Здесь речь идет о укреплении, конечно же, другом, не физическим упражнениями. Апостол Павел говорит, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. Братья и сестры, когда мы находимся в служении, пожалуйста, не проводите время просто в том, чтобы что-то слышать. Тот же Иуда говорит, вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняете себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Назидая, созидая, устрояя, укрепляя. Мы можем так перевести еще это слово. Это не просто умственное назидание. Происходит какой-то процесс формирования нашего духовного храма. Мы строим, мы строим сами себя, мы укрепляем себя, мы укрепляем свой дух, тренируем его. И будучи такими, мы дальше выходим на сражение. И последнее, четвертое в этом отрывке собирайся с силами. Здесь уже речь идет о силе Духа. Иначе говоря, можно так перевести, я смотрел другие переводы, они говорят так, будь сильный Духом, не теряй присутствие Духа. Собирайся с силами, укрепи себя предыдущее и дальше будь человеком высокого Духа, не молодушествуй, не падай Духом. Обстоятельства, жизнь, вызовы, в семье они устройства, руки опускаются, приходит отчаяние, приходит уныние, нет ревности, нет желания, нет стремления, и враг добивает таких. А Писание говорит, будь человеком высокого Духа. Помните о Данииле, среди всех сатрапов, среди всех других областеначальников, это был человек, который отличался, написано, в нем был высокий Дух. Вот все другие были зависимы от мнения царя, он был зависим от мнения Бога. Все другие реагировали на настроение человека, а он реагировал на настроение Бога. У него был действительно высокий Дух, крепкого Духа, твердого Духа, вернее, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Когда мы имеем эту черту упования на Бога, наш Дух становится твердым, и будучи твердым Духом, мы продолжаем уповать на Него, потому что Он хранит нас. Вот здесь особенно мне хочется увидеть и провести параллель с воскресением нашего Господа Иисуса Христа с праздником Пасхи, потому что когда-то Библия говорит о том, что была война, было сражение между филистимлянами и израильтянами, и у филистимлян был предводитель. Он не был в прямом смысле командующим армией, там был кто-то другой, кто руководил, но он был как единоборец, настолько сильный, высокий, трехметровый великан, и разбегались израильтяне, боялись, потому что он был физически выше, он был сильнее, он был мощным. Когда, помните, еще раз, была армия, было вооружение, был командующий и был Голиаф. И когда Давид вышел, этот пастушок во имя своего Бога, имея пять камней в сумке, имея прощу, поразил Голиафа, когда Голиаф пал, что произошло с одним и с другим станом? Если бы пять минут раньше произошло военное столкновение, филистимляне воевали бы, филистимляне пошли бы, и возможно, филистимляне одержали бы победу над Израилем. Но когда филистимляне увидели, что их единоборец Голиаф пал, пришла робость, страх, дух упал настолько, есть такое выражение в армии деморализованный дух, когда народ деморализован, нет ревности, нет готовности, нет бодрствования, нет желания, и на все, что хватило у них сил, это бежать, и они стали легкой добычей израильского народа, потому что Голиаф пал. Вы читаете о различного рода основателях современных философских движений, современных и не только современных религиозных движений. У каждого из них есть свои имена, есть и гробница Мухаммеда, есть Будда, и люди приезжают, и люди поклоняются, и что там уже осталось от этих мощей, только название, но тем не менее, и как бы не была велика борьба там в Кремле вынести, не вынести, тоже ведь фактически мощи основателя, определенного движения. Но люди покажут, вот он лежит, лежал, был когда-то живой, а теперь мертв. Но если вы посетите гробницу, может быть, она не историческая, может быть, это другое место, но гробницу, где было положено тело Иисуса Христа, там есть надпись, что вы ищете живого между мертвыми, его нет, здесь он воскрес. Я хочу сказать, наш предводитель жив. жив. Если так, разве ты можешь быть деморализованным в духе? Он сказал, я живу, и вы будете жить. Он сказал, я иду приготовить место вам. Это будет гораздо лучшее место, чем твоя квартира, чем твой коттедж, чем любое строение на этой земле. То, что он приготовил нам, то, куда он введет нас. Братья мои и сестры, Господь восстановит величие церкви своей. Может быть, это не будет огромное число, но это будет церковь, славная, невеста, украшенная, приготовленная к встрече с твоим женихом. Это будут люди высокого духа, провозглашающие славу своего господина, благовествующие Евангелие. Они будут людьми, уповающими на живого Бога. И чтобы в жизни не происходило, они будут знать, мы защищены, мы в надежном месте, мы под охраной, мы под покровом крови Иисуса Христа. Это церковь Божия. И я рад, что вместе с вами я принадлежу этому славному сообществу Божьего народа. И я рад, что мы вместе с вами можем благодарить и превозносить его. История говорит в отношении этого местописания. В 612 году есть конкретная запись, сохранившаяся в хронологии. 612 году Порождества Христова, Медоперсидские войска вошли в Неневию. Все то, что было здесь указано, наводнение, потому что была плотина построена, как источник воды, была разрушена, пришло, город был взят, люди пленены, разграблены, это пришло в исполнение, потому что они свое время упустили. А я хочу сейчас сказать находящимся здесь. Я хочу сказать вам, кто пришел, может быть, первый раз, может быть, вы не первый раз, много раз посещаете, и кто-то уже заключил завет, и кто-то даже уже как член церкви, но я не знаю вашей жизни, вашего состояния. Я просто хочу сказать, в отличие от Неневии, где Бог говорит, уже все решено у нас с вами. Если мы здесь, если наше сердце бьется до тех пор, пока ты жив, и ты слышишь, и Бог привел тебя на это место, у нас есть возможность, у нас есть право, у нас есть привилегия призвать Его силу понуждаться в Нем, в Его прощении, в Его милости, в Его благословении. И мне хотелось бы, чтобы сегодняшнее служение не закончилось просто так, что мы ушли отсюда не так, как обычно, что мы что-то получили в молитве, когда будем молиться еще раз, и когда будем молиться, и будем просить, и будем приглашать, и я буду призывать людей, которые пришли сюда, как слушатели, или те, кто посещает, чтобы они вышли, и будет совершена специальная молитва, служитель подойдет и назовет имя ваше пред Господом, и произойдет силу Божию, и то, о чем Писание говорит, имеем мы право верить, совершиться, Господь восстановит твои, может быть, уже развалины, Господь восстановит твое прежнее состояние, Господь вернет тем, кто не пережил этого состояния рождения свыше, личная встреча, личное общение, мы не передаем нашим детям, просто предмет веры, мы передаем как словесно, то, в кого мы верим, но дети присутствующие, кто уже взрослые, маленькие, поменьше, на занятиях, воскресной школе, каждый из нас должен иметь личное переживание, личную встречу с Господом, и Бог ответит, давайте поднимемся, давайте, прежде чем прозвучит призыв, я хотел бы, что мы, группа, выйдите, но давайте мы все вместе, братья и благословение в жизнь каждого из нас, давайте призовем силу Духа Святого, и пусть Бог совершит сейчас на этом месте свою работу, пусть купальня Его, пусть Его живая вода наполнит наше сердце, и пусть каждый присутствующий здесь что-то получит от Господа, давайте откроем уста и будем молиться Господу, всем вместе, Аллилуйя, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя.